есть друзья, я снова рад вас приветствовать на канале Fishing Life меня как и прежде зовут Денис и я снова с вами да, прошло много времени, был запрет, я его соблюдал, скажем так, не по своей особой воле были какие-то дела и плюс я немножко довооружался именно к сезону к сезону ловли головля на микроречках и вот одна из этих новинок сейчас у меня в руках то есть это целый комплект я собрал мультипликатор Dive AlphaSair Stream Custom и так называемая стекляха Сали вот именно о ней я сегодня и хочу поговорить что именно меня в этом спиннинге, да, как бы удивило во-первых, стеклопластик, да, это немножко такой возврат к началам, да то есть это раньше были стеклопластиковые удилища и многие сейчас даже, вот у меня есть друг, который не верит в это все зачем стеклопластик, это извращение какое-то но у него есть один хороший плюс, да, и это именно в кастинговом варианте то, что, мало того, он короткий то есть им можно делать забросы, ну, скажем, там, из-под себя то есть если умеете, да, какие-то кистевые забросы и плюс в том еще, что он очень гибкий и он загружается от приманок, там, я не знаю но он без приманок даже загружается вот я его там трясу, да, то есть немножко так взять и все, и он посылает приманку то есть вы небольшими кистевыми забросами где-то под кустик подкинуть, еще под что-то вот именно под это, да, я его и собирал чтобы ходить по таким лесным речкам где трава, кусты, постоянно какие-то деревья бревна повалены и где-то надо подкинуть не так удобно мне это делать с мясорубкой мне это удобно с кастингом было но не было того удилища, которое позволяет загрузить и послать приманку то есть коротким кивком кистевым теперь это удилище есть, это вот такая стекляха да, она не звонкая плюс я использую еще и монку ко всему да, то есть тут говорить там от джиги о чем что-то, ну смысла нету, да это чисто такая, воблеры, колебалки ну и опять же, да, то есть ловля идет на коротке и поклевка головля, даже мелкого, да она очень злая и она ощутимая вот плюс опять же этой палки, в ее гибкости, да то, что очень мало сходов то есть я на нее выволок закилошную щуку, да ну просто у нее не было никаких шансов палкой вяжет, то есть это типа такое что-то между стримом и арией ловлей то есть построю вяжет рыбу отлично плюс монка еще отрабатывает рывки вот, то есть с этим как бы опять же плюс коротыш, полуторачастник то есть рукоять и сам бланк есть также варианты трехчастного, но он уже более сопливый я вот выбирал между этими двумя естественно, остановился на коротыше все-таки заброс у меня рост метр девяносто, да и я могу как бы, вот вы сейчас тоже увидите в этом видео все техники заброса, которые я использовал с этой палкой и ну как бы поимки рыбы просто я тестировал ее ровно четыре рыбалки поэтому мне уже есть что сказать именно по этой палке по комплекту в целом и по непосредственному мультипликатору я сниму еще видео, да это будут еще и с другими, скажем так, палками у меня приехала также с Алиэкспресс Сигам очень интересная, недорогая палочка кастинговая тоже коротыш, сорок девятая она четыре фута, девять дюймов вот, попробую с ней попробую поменять здесь шпулю, поставить шнур то есть буду экспериментировать но именно вот в целом этот комплект меня устраивает очень то есть я ловлю им четыре рыбалки и не хочу брать пока в руки другие палки а если честно, у меня дома лежит еще две палки, которые не видели воды и я думаю, они их увидят не скоро потому что я прям влюбился именно в этот комплект ладно, я очень много говорю давайте будем смотреть опять же техники заброса с этой палкой как у меня получается, как я ловил рыбу то есть я вложу в это видео отрезки со всех четырех рыбалок ну и естественно с этой немножко позже вернусь и еще немного обсудим опять же этот полностью комплект все, я погнал покидаю а вы подписывайтесь ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео лайки, дизлайки, если ставите обязательно пишите, что вам не нравится ну и участвуйте в прямых эфирах участвуйте вообще в жизни канала чем больше движухи будет, комментариев и прочего тем больше желание снимать новые видео да, какие-то обзоры так что, ребят, подписывайтесь наводите шороху, а я погнал есть, есть, ребята, есть кого-то мы зацепили ну это походу щука да, это жаба ее надо как-то брать я ее отсюда не возьму надо ее выводить сюда и брать это говорю, почему я поводки ставлю жабы здесь поклевывают часто так, пойдем ее отпускать ну что, вот такая вот хорошенькая щучка для небольшой речки вылетела ох, сейчас будем ее отпускать ну вот почему я и ставлю поводок потому что вот здесь есть участки где вот такие вот мадамы зачастую клюют ну все в пуху давай отойдет пошла, родина потихоньку пошла есть, но это щука, ребят это мелкая щучка это мелкая щучка великую щучку так, ну и вот по сути друзья, не знаю, видно, не видно забросы он такой кистевой, скажем из-под себя я уж не знаю кто как то есть, ну единственное я еще не раскидался не прикидался бывают косяки очень часто цепляю либо под сак, который висит опа, есть друзья, есть это головчик нет, не головчик это окунь просто ударил так как головы сопротивлялся рьяно так как ушок опять сработал крэкджек 38 на который сегодня щуку поймал ничего стекляха метр тридцать прям четко куда надо ложиться не знаю по на камере видно или не видно куда я там забрасываю пробую сейчас напрямую бросить то есть в стеклях и такие забросы прям на раз-два прикидаться немножко и самое оно я уже на одной рыбалке так из кустов вытаскивал руку и забрасывал куда надо прямо просто из кустов куда бы с мясорубкой даже не полез бы то есть вот эти вот боковые кистевые вот это из-под себя все это в таких вот условиях надо мной ветки сейчас сейчас попробую под тот берег положить скидаю фугас 36 ну в принципе поставил его потому что здесь не так глубоко СССР в самый раз под это вот прям четко почти под бережок положил не знаю момент заброса вообще видно нет но если что не увидите как всегда прошелся поймал щуку поймал окуня поймал еще и шнурка все стабильно ловлю все кроме головля уже щучьи точки знаю настолько здесь что можно просто идти по щуке и за час как бы вот немножко туда в струю кинем не знаю может быть в воду поставлю штатив с камерой попробую так чтобы видно было как кидаю почувствую себя белобрысом часть 2 отлично все летит привыкая я уже к монке меньше бород ну если конечно косячить главное бланк загружать по полной программе не боятся вот тут бережок прям аж даже тормозить пришлось ну в общем вот работа стекляхи по поводу весов скажу так что я ну наверное самое маленькое что кидал это ион косодаковский он вроде в районе двух грамм меньше в принципе не думал ставить то есть колебалки были двухграммовые 1,8 грамм кидал но колебалка летит прям как пуля вот с воблерами в основном в районе два с половиной 3 грамма все на дистанции там до 15 метров у меня работает отлично мне здесь в принципе дальше забросы не нужен никогда в основном именно четки поэтому отрабатываю вот вот такие забросы летит опупенно ох головы головы плещется пришел пытаться ну-ка иди-ка сюда что это было на кувшинку штуккину вот то есть приблизительно 14-15 метров заброс просто без каких-либо замахов вот для этого я и брал эту стекляху именно для того чтобы делать вот это запуливать воблерочки туда куда надо из кустов из неудобных позиций потому что неудобные позиции даже с вейдерсами бывают есть 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 ну вот наконец то и голавлик красавичный пойдем отпускать тебя сами отпустимся такими темпами есть говорю точный заброс головлендер ну помельче чуть совсем такой ребят не знаю видно не видно молодой ну ловится так показать то людям вот совсем маленький давай прям сейчас сачка то и домой догнал такой уже цивильненький кукунёк поднялся из-под коряги тихо 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 пацан давай не это не драконь себе губы окончательно а 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 и и 2 2 2 2 Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, друзья, настало, наверное, время еще пару слов сказать об этой палочке Пришла она у меня довольно быстро Как я ее получил, сначала меня удивил чехол Чехол действительно очень интересный, такой бархатистый И с двумя отделениями, маленькое отделение под ручку и под бланк, так как это полуторачасное Два отделения Следующее удивило меня кольца, а точнее их количество То есть на бланке в метр десять, без ручки вроде как метр десять по описанию Их восемь штук Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь Да, восемь штук, восемь колец В принципе, я частично понимаю, для чего это Чем больше колец, тем более строгое удилище получается Вот, поэтому, а так как оно все-таки стекляха, да, оно не совсем сопливое Но при этом, ну, как бы вот именно его упругость, вот эта, она то, что надо Ну, вы сами сейчас видели, да, забросы, то есть резкие Из-под себя, сбоку, кистевые забросы То есть все летит, все замечательно Катушка отрабатывает Что по рукояти? Рукоять, ну, скорее всего, пластиковая Я не думаю, что это дерево Это просто пластик такой под дерево Но сделано, в принципе, качественно, грамотно В руке лежит удобно В общем, палкой я на самом деле очень доволен В принципе, для чего я ее брал, да, для того она мне как бы сейчас прям подходит Единственное, что, как только пришла палка, началась жара Жуткая жара стоит уже несколько дней И я и в вейдерсах из воды стараюсь вообще не выходить, потому что просто парюсь у них Вот, кто-то тут бегает Вот, ну, к чему я, в принципе Галавль перестал клевать То есть поклевки, да, ну, там, час волка, там, после 9 часов вечера Но я не могу в такое время выбираться на воду Поэтому сегодня я выбрался с утра, доснять обзор Но я вставлю сюда из прошлых видео, естественно, нарезки Где я ловил рыбу на эту палку Как вываживал, как ловил головля А сейчас я, наверное, скорее всего, еще немножко покидаю И поеду домой, буду монтировать это видео Друзья, подписывайтесь на канал Ставьте обязательно лайки, ставьте дизлайки Если дизлайки, то обязательно скажите почему Что именно вам не нравится на канале Участвуйте в прямых эфирах Чем больше будет движухи, тем больше желания делать что-то новое Проводить новые конкурсы Друзья, подписывайтесь, не забывайте, опять же, ставить лайки-дизлайки Комментируйте видео Участвуйте в прямых эфирах Я погнал ловить Всем пока!